Репортаж о том, как ростовчане платят 150 рублей в час за парковку и не жалуются. И это очень хорошо, и это удобно, когда рядом есть бесплатная парковка, но все равно многие ставят именно сюда свой автомобиль. Это парковка на горизонте. Первый час парковки бесплатно. Это означает, что если вы кого-то ждете или забираете из гипермаркета, то вам не обязательно стоять на автобусной остановке, мешать проезду автобусов и нарушать правила дорожного движения. Вы можете заехать на эту парковку и не более часа здесь находиться. Конечно, правила парковки, ну скажем так, не самые приятные. Никто вам ущерб не вернет, если ваш автомобиль на парковке повредят. Но, тем не менее, здесь есть охрана, здесь есть видеокамеры. То есть вы сами потом разберетесь, как быть. Чтобы заехать на парковку, надо взять талончик. Этот же талончик предъявляется автомату на выходе. Сюда на парковку заезжают даже не самые дорогие автомобили. Ну, потому что она бесплатная на самом деле. Она платная только для тех, кто стоит дольше часа. Конечно, дорогие автомобили здесь есть. И это понятно. Все-таки 150 рублей в час. Если хочется с комфортом поставить свой автомобиль и не вертеться, не искать свободное место на бесплатной парковке, то, конечно, сюда надо ехать. А это то самое место, где в прошлом году здание сожгло автомобиль. Солнечные лучи вот так концентрируются. Стоял автомобиль, концентрированные солнечные лучи расплавили. Владелец судился с гипермаркетом и даже отсудил кое-что. Но это место огородили, и здесь уже никто не ставит свои автомобили. Ну и вот люди оплачивают парковку таким образом, если они встали и стоят дольше часа.